А на улице опять идут дожди. Странная погода у нас, ребята, в Калифорнии. Вчера было солнышко, тепло, все выходили на улицу. Сейчас за окном дожди, мокро, сыро, холодно. Вот такая зима у нас в Калифорнии. Вот так она у нас проходит. А мы тем временем едем с вами на заказ в город Хейвард. Поехали. Видите, вода вот здесь. Каждые 8 часов она вот сюда капает. Потому что вот тут вот дренлайн. Вот видите, там такой пен. Вот тут вот. И там вода замерзла. И постоянно вода вот сюда внутрь заходит. Вот. И еще здесь что не работает? Water диспенсер не работает. Надо проверить, что с ним. Значит, как проверяется. Здесь есть один скруз. Тут второй скруз. Сейчас его открою. И там будет... Сейчас покажу, что. Так вот, смотрите. Вот здесь вот такой вот коннектор. Вот он. Значит, на это колечко нужно нажать. И вот эту трубочку вытащить. Теперь я нажму на воду. Вот диспенсер, и отсюда вода должна политься. Если отсюда вода польется, то понятно, что линия замерзла. Тут вот двери. Сейчас мы это проверим. Пошла вода. Ну, все. Диагностика закончена. Окей, рефрижерейтор. Not enough cold. Right side. Because defrost problem. Look at that. How many snow? Look at that. So, I need just replace heating element. And after that, everything should work fine. Когда я с этим разобрался, я понял, что я с людьми разобрался, но я не разобрался с цифрами. Те цифры, которые дает мне бухгалтер, это нифига не управление компанией. Это цифры для того, чтобы она перед нами читалась. И это я понял только через 3 или через 5 лет, как начал управлять бизнесом. И тогда я нанял финансовый... Когда ушла бухгалтер и не унесла все деньги свои? Не, не. Бухгалтер так и работает. С ней все нормально. Она делает свое дело. У ней есть четко поставленные задачи. Что ей нужно? Где нужно с МДС работать? И все, по сути. А вот управленческая отчетность, она мне помогает сейчас принимать решения здесь, сейчас. То есть это двухчинная планерка у меня, когда подводятся итоги месяца, где видно три отчета. Движение денежных средств, АПИУ, отчет о прибылях в улыбках и баланс. И этот каждый отчет дает мне управленческое действие. Не какое-то виртуальное, а четкое действие. Что было? Принятие решения. Принятие решений. Итак, ребят, начался новый день. Я сижу, работаю на компьютере. Вот такая у меня классная подставочка. Недавно я ее приобрел. Очень-очень помогает ноутбук ставить на поверхность, чтобы руки не в таком состоянии были, а вот как бы более-менее лежали вот естественно. Так, что мы имеем? Значит, сейчас у меня, у нас сейчас понедельник. На самом деле очень тяжелый день, потому что обычно в понедельник всегда очень большое количество заказов. Вот я сейчас посчитаю, сколько у меня их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть только у меня семь заказов. Вот, и у всех остальных техников примерно такая же цифра семь. Вот, поэтому сейчас поедем с вами по диагностикам, будем делать. Что еще хотел бы с вами чем поделиться? Значит, стал сейчас писать еженедельный дневник свой. В этом дневнике я пишу, да, какие у меня планы. Пишу, что случилось за день. Также пишу, за что благодарен. Вот, ну, собственно, такой, знаете, не особо много времени занимает заполнение этого дневника, но это важная штука, чтобы фиксировать задачи, и фиксировать, что сделано, что не сделано, на чем нужно сфокусироваться. Вот, и, ну, собственно говоря, чем еще поделиться? Поделюсь еще тем, что у нас сейчас наконец-таки стартует наставничество в начале апреля. Вот, поэтому, если вы еще не успели записаться, осталось два места. Вот, к сегодняшнему моменту, когда я записываю ролик, осталось два места. Так что еще до начала апреля есть возможность прийти к нам и прокачаться в бизнесе. Вот. Так. И также мы сейчас будем запускать платформу по заказам. То есть я уже на эту платформу добавил двух техников. Вот, сейчас мы там немножко потестируем на них, как это работает. И если все, в принципе, будет удачно, то анонсирую эту платформу в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь на Телеграм-канал Михайлов Алик Стартап. Там я буду анонсировать всю полезную информацию. Вот, если вы хотите стать техником, если вы только недавно приехали и хотите освоить эту профессию, или вы уже профессиональный техник, вам не хватает заказов, проходите в мой Телеграм-канал. Там я публикую платформу, на которой вы сможете брать заказы. Вот. Но обязательно чуть позже поделюсь с вами, расскажу про это. Ну, а сейчас поехали на заказы. Не переключайтесь. Погнали. Так, холодильник. Вот такой вот компрессор стоит. Немного необычной формы. Вот. О, опять он загудел. Компрессор гудит. Вот. Компрессор гудит. Жалоба, что достаточно не холодит. В общем, короче, я, ну, пришел к клиенту, там, продиагностировал холодильник, там компрессор стаканулся, не работает. Вот. И знаете, что мне, как бы, ну, сейчас расскажу, короче, историю. Смотрите. Значит, вышла девушка и говорит, ну, вот тут проверьте, холодильник не работает, но рядом со мной стоял парень. Вот. И когда я сделал диагностику, я парню говорю, слушай, я сделал диагностику, давай позови, ну, кто будет решать. И, ну, позови людей, которые будут решать, ремонтироваться или нет. Или только вы будете слушать, что я вам сейчас скажу. Он такой, давай только я. Я говорю, вы уверены? Да, уверен. В общем, я ему минут 5-10 рассказываю все, почему, как сломалось. Вот. Выходит после этого еще девушка, такая говорит, а что случилось? Расскажите теперь мне. И я такой стою и смотрю на этого парня, говорю, слушай, ну, блин, ну, ребят, ну я же просил вот всем прийти сразу, чтобы я один раз все объяснил вам. И все. Мне пришлось еще 10 минут тратить на то, чтобы теперь и девушке рассказать. То есть, смотрите, 10 минут я потратил, чтобы парню рассказать, потом все то же самое девушке, потом бабушке, потом еще кому-то. Поэтому очень важно, когда вы видите сразу, кто принимает решение, даже несмотря на то, что вам человек говорит, да-да-давай мне расскажи. Зовите всех. Можете даже всю семью позвать. Я не знаю. Чтобы все люди пришли. Один раз вы все это проговорили, объяснили, показали. Они все поняли, чтобы потом не было ни у кого никаких вопросов, а почему это столько стоит, почему это столько стоит. Ну, понимаете, да? Мы так бережем свое время. Мне тоже это будет урок. То есть, я в принципе думал, что этот парень может принять решение, но оказалось это не так. В следующий раз я буду все-таки делать так, как обычно делаю. Всегда буду звать всех, чтобы вот прям всем точно рассказать, кто принимает решение, лицо принимающие решения. Все, мы тем временем едем дальше. Так, лошарь, откуда-то текет. Сейчас посмотрим. Значит, первое, что нам нужно проверить, это залить воду и посмотреть, не текет ли с ватер-вала. Вот. Второе, очень часто утекает вот из самого экзоста, вот из этой трубы. Третье, очень часто с барабана слетает трубочка, вот, начинает оттуда влиться вода. Так, вот остановился, вошер. Значит, я посмотрел там трубочку, вот туда вот, туда вот засунул телефон, посмотрел, вроде трубка на месте. Вот. Вроде сейчас пока что никаких видимых таких ликов я не вижу. Мы сейчас будем воду сливать. Смотреть. Очень важно еще на ватер-вала проверять. Смотрите, не только горячую воду, а теплую воду, холодную воду, чтобы два разных ватер-вала работало, чтобы мы понимаем, может быть, этот ватер-вала течет. Ах, какой-то один из... Ну, вроде все сухо. Поэтому пока не понимаю. Нельзя. Ну, где утечка, пока не понимаю. Ищу дальше. Так, сливается вроде где-то же нормально. Без проблем. Так, значит, смотрите, сняли мы переднюю крышку. Это G. Вот. А у G передней крышкой вот очень просто снимается. Тут одна защелка, тут. И крышка вот эта вот просто вытаскивается. Все. Теперь мы можем... Имеем доступ к самой машинке. И вот здесь вот мы, в принципе, можем все осмотреть. Откуда течет? Вон, видите, все-таки утечка водяная есть. Вот там внизу. Вот у нас мотор. Дальше у нас там шафт идет. Вон, борт мигает на моторе. Вон там, видите, так, вот эта помпа, которая драйон с воду сливает. Ну, давайте сейчас еще раз заполним, включим. Обычно вот эта вот трубочка выпадает. Но она на месте. Давайте еще раз включим, посмотрим. Так, нашел я утечку. Давайте попробуем показать. Видите, поток воды на немаленький. Вот сзади, сзади, капает. Вот. Вот прям вот отсюда капает. Видите? Вот. Из этого пластика капает при наборе воды. вот из этой трубки. Вот отсюда вот идет лик. Собственно говоря, вот это и проблема. Вот. Нужно ее менять. Собственно говоря, все. я уже думал, помпа, может быть, может быть, оттуда течет, все осмотрел, но никак найти не мог. Сейчас вот видите, да, вот капли. Оп. Вот она промахивается, иногда капает мимо барабана. Вот из-за этого и лик. Ну, все, отлично. сейчас будем давать estimate. Ребят, пацаны из компании G Appliance's на тачечке. Вот на такой. Двое ребят ехали, приехали или уезжают. Так, ребят, внимание на экран. В общем, текла вот этот тек, вот этот Forchert Tube Fill Nuzzle. Вот вот так он выглядит. Стоит он недорого, один из долларов, но с доставкой все 30 будет стоить. Поэтому, ну, вот как бы так. Вот нужно его поменять и все начнет хорошо работать, ничего не будет течь. Ну, мы тем временем едем дальше. Так, ребят, сейчас мы едем в горы. Город называется Кастер-Вэлли. И мы едем в горы, подымаемся. Это город, можно сказать, часть этого, очень большая часть этого города находится именно в горах. Вот. Поэтому сейчас будет такой нереальный крутой подъем, который вы сейчас наблюдаете на экране. О-о-о! Ребята, вот это да! Смотрите, там дорога перекрыта. Вот это да! И что делать? Road Close. Хм. Придется искать какой-то другой путь. Вот это нежданечко, ребят. Впервые я попадаю в такую ситуацию, что закрыты дороги. приходится теперь что-то там придумывать, ехать как-то в объездную. С чем это связано, не знаю. Может быть, из-за того, что там дожди шли, я не знаю. Может быть, из-за того, что, вот помните, ветер был сильный, падали ветки, деревья, все на свете падало. Может быть, в этом причина. Ну что, ничего не поделаешь, приходится, придется тогда сейчас выезжать опять на трассу, в объезд ехать. Ну, нормально в объезд ехать, не знаю, минут 20, может даже, может, 30 даже, я не знаю. Ну, посмотрим. Поехали. Ребята, вот шикарный вид открывается на Бээре. Вот я сейчас с горы спускаюсь, на которую только что поднимался. Вот хотел с вами тоже поделиться. Вот такие виды красиво открываются, особенно, когда вы с гор спускаетесь. Очень прикольно. Видно всю Бээре прямо на ладошке. Видно ту сторону залива, город Сан-Франциско. В общем, в общем, не знаю, как по телевизору, но живьем это очень классное ощущение. Так, ну, смотрите, вытяжка вот тут подключена. Это кук-топ. Вот, он не заинсулирован вот здесь вот, и весь воздух идет обратно вот сюда. Видите? Это нехорошо. Нужно тут хорошо заинсулировать. Вот, дальше какая проблема? Проблема, что, когда включаешь эту свитч, вот этот хитинг-элемент или вот этот свитч выбивает пробки. Поэтому нужно поменять либо это, либо это, а лучше все вместе. все. Кл-г, у вас проблем, not enough close with filter, and unit has leak right here, I'm just close better, that's it, everything works fine. окей. Рефрigerator G, проблем, дефросто right here, дефросто right here, need just replace fan, how we can do it, open one, two, three, four, five screws and replace fan and defrost tank, because water doesn't work as well, and when we defrost everything, water starts working good. окей, that's it. Итак, ребята, наступил новый день, я сейчас сижу немножко в другом образе, за компьютером, у меня сейчас встреча будет с нашим отделом бухгалтерии, аккаунтингом, мы будем обсуждать вопрос финансов, значит, нам нужно сформировать определенное количество отчетов по компании, чтобы держать руку на пульсе, и вы помните самое главное правило, доходность, контроль равно доходность, то есть, если у нас будут отчеты, с помощью которых мы будем контролировать ключевые метрики, у нас повысится доходность компаний, вот, один из ключей успеха, это лайфхак от моего наставника, который я должен внедрить в течение месяца, вот, поэтому мы начинаем митинг, так, прошел час незаметно, значит, рисовали мы разные табличечки, да, в миру, и продумывали, какой управленческий учет мы будем собирать и консолидировать, вот, а сейчас у меня следующая встреча уже с рекламой, значит, что будем обсуждать, будем обсуждать эффективность рекламы, которую мы сейчас простраиваем через Google Advertising, реклама показала очень хорошие результаты, вот, и мы сейчас поговорим, как мы будем дальше сотрудничать, работать, какие-то, может, сложности, проблемы, сейчас будем все обсуждать. На самом деле вам действительно нужны четыре вещи. У вас должна быть базовая бизнес-инфраструктура, а именно CRM-система, планирование, наполнение и все такое прочее. Для этого у вас должна быть хорошая система. В противном случае развитие вашего бизнеса будет просто невозможно. Вам просто необходимо иметь хороший веб-сайт. У вас должен быть хороший список компаний в Google «Мой бизнес». Итак, веб-сайт называется «Мой бизнес» в Google, а затем вам нужен трафик, который представляет собой своего рода поисковую оптимизацию и платную рекламу. А платная реклама действительно важна для ремонта бытовой техники, потому что люди действительно нуждаются в ней. А платная реклама может быть платной или поисковой, органичной. Но когда у кого-то ломается бытовая техника, они выходят в интернет, чтобы найти кого-нибудь, кто ее починит. Это очень быстрое действие. У нас есть система, хороший веб-сайт, хороший список «Мой бизнес» в Google и хороший трафик, а также я бы добавил еще один аспект управления репутацией. И я бы добавляю репутацией. И я бы добавляю, что репутация ремонтирую 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 плайнс. Мы еще должны заниматься какими-то делами по продвижению бизнеса. И сейчас у меня вот здесь два листочка. Значит, я еду сдавать драг-тест. Для чего мне это нужно? Рассказываю. Это нужно для того, чтобы есть некоторые компании и чтобы с ними работать, с этими компаниями, они просят у вас скрининг. То есть, они просят у вас информацию на драг-тест. Потом еще какой-то какой-то еще. Так, что-то подзабыл. В общем, что-то еще они там требуют. В общем-то, собрать определенный набор документов. Ладно, я сейчас еду в больницу, да, вот тут рядом с домом, чтобы попробовать сдать анализы. Вот. И на основании этих данных они сразу отправляют в ту компанию, с которой я хочу работать. И, собственно говоря, если все анализы отлично, все хорошо, то меня принимают в компанию быть партнером и работать вместе с ними. Вот. Вот такой вот процесс иногда нужно приходить. Не самый простой. Обычно это проще, все, не нужно никуда там кровь сдавать, никаких анализов, просто там галочки расставил, тебя проверили и все, хорошо. Вот. А здесь вот серьезная компания, которая тебе может давать большое количество заказов, но нужно как бы немножко время потратить на то, чтобы сдать весь пакет документов. Вот. Поэтому сейчас я не в больницу, посмотрим, как там дела обстоят. туда только по записи, а запись только на четвертое число, а мне сдать нужно до первого. Поэтому я сейчас туда еду, посмотрим, посмотрим, что будет, когда я туда приеду. Вот такой план. вот посмотрите, ребята, вот такие маленькие здания и есть на самом деле такие маленькие лаборатории, куда нам и нужно. Так, е-мое, на улице еще дождь идет, да еще на улице и холодно. Вчера была жара, сегодня холодно. Ладно, пойдемте. Так, видите, тут написано о Пойн-Мутон-Ли. Вот о чем я говорил. Так, ну что, поговорил я, значит, поговорил я с доктором или как это, с человеком, который на ресепшене сидит. Вот, он мне сказал, что есть город Сан-Рамон с часу до четырех в любое время можно прибегать и сдавать этот тест. Вот. Поэтому если я хочу без, если я хочу без Апотмета, то мне нужно ехать в Сан-Рамон. Вот такая вот, вот такая вот история. Друзья. Так, ну что, ребят, смотрите, я нахожусь вот во Фримонте, вот здесь вот, а мне ехать вот сюда, в Сан-Рамон. Навигатор показывает 33 минуты ехать. Ну что, я, конечно, поеду сейчас в Сан-Рамон, потому что, чем быстрее я заиплаюсь в компанию, тем быстрее я буду получать больше заказов. Соответственно, чем больше заказов, тем больше работы, чем больше работы, они не работали. Вот, поэтому для меня это очень важно и для нашей команды. Поэтому сейчас еду сдавать анализы. Так, ну что, ребят, значит, пошел, сдал анализы. Знаете, так прикольно получилось. Значит, вот этот вот лабораторный сотрудник говорит, и очень много терминов, которых я не понимаю. То есть, он мне что-то объясняет, говорит, и я такой стою на него, смотрю, глазами хлопаю, ничего не понимаю. Он понял, что я ничего не понимаю, так и говорит мне, пи-пи, вот сюда вот говорит. Пи-пи, брая. Я такой, а, пи-пи, но сразу бы сказал, а то что-то говорит непонятно. Пи-пи, всем понятно. Вот такая вот история, в общем. Ну что, сдал я анализы, все, они автоматически уже придут туда, куда надо. Вот, остается ждать, когда придут анализы. Собственно говоря, и после этого можем начинать работать с новой компанией, которая предоставляет нам работу, заказы, потому что компания должна быть уверена в своих сотрудниках, в том, что на них работают проверенные люди, на криминал, на наркотики, вот на все это такое дело. Если ничего такого замеченного не было, то все, можно спокойно работать вот таким вот правилом. Собственно говоря. Ну что, все, тогда пошел я дальше делать дела. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, пишите свои комментарии. Вот. И вот такая вот история. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok